Ася и Симона Андреевы, ученицы восьмого класса школы в городе Разград, выступают на конференции «Болгария. Световна-то история и цивилизации. Дух и культура», которая ежегодно проходит в Варне. Никто из присутствующих в зале не удивляется. По давней традиции на этих конференциях слово предоставляется не только маститам и молодым ученым, но и школьникам, которые делают только первые свои шаги на ниве истории. Сестренки-близняшки рассказывают о своем проекте, посвященном символике вышивки одного из регионов Болгарии. Проект был выполнен в прошлом году для Национальной болгарской олимпиады по информационным технологиям. Трудились над ним девочки под руководством своего учителя по информационным технологиям Венилина Николова около трех месяцев. И это было по достоинству оценено жюри. Из 1050 участников они заняли почетное четвертое место. Симона говорит, что такую тему проекта они выбрали, потому что с раннего детства занимались народными болгарскими танцами. Именно через танец у нас появился интерес к фольклору вообще и конкретно к вышивке. И нам захотелось соединить свою любовь к народному фольклору с информационными технологиями настоящего времени. А Ася добавляет, мы хотим, чтобы народные традиции сохранялись и передавались будущим поколениям, потому что это очень интересно и увлекательно. И потому что ни один человек не может оставаться человеком, не зная, не чувствуя своих корней, какими бы современными технологиями он не обладал. А прививку любви к народной культуре Симона и Ася получили в своей семье. Именно их дедушка создал танцевальный ансамбль, в котором девчонки занимаются. И с этим ансамблем они побывали даже в российском Орле на фестивале фольклорной музыки и танца. Это было в 2012 году. Но огромные яркие впечатления, привезенные девочками из поездки, будоражат их до сих пор, когда они вспоминают об этом событии своей жизни. А в какой город ходили? Орел. Как? Орел. Орел. А это родители Аси и Симоны, Росен и Эвелина Андреевы, и даже их маленький братик. Фотографии были сделаны во время фестиваля вышивки, проходившем в сентябре этого года в городе Белославе. А колку години вам? Четырнадцать. Четырнадцать. А как сиказ вам? А я Симона Андреева. А я Аси Андреева. А это учитель информационных технологий. Точно, Венелин Николаев. Который помогал девочкам делать проект. А вот вы помогали чисто технически или тоже какие-то идеи давали по содержанию? Работали с технологией. В ходе работа над проектом Симона и Ася изучали специальную литературу. Беседовали с сотрудниками Росградского исторического музея. Консультировали с мастерами вышивки и даже сами обучались этому мастерству. Собирали видеоматериалы и, конечно же, работали над техническим воплощением своей презентации. И здесь им активно помогал Веселин Никонов. И все, что девочки представили и на Олимпиаду, и на конференции исторической, все сделано их собственными руками. В своем проекте Ася и Симона подробно описали все элементы народного костюма, мужского и женского. Разобрали цвета и символы копанской вышивки. Интерактивную часть проекта представляет несколько вариантов тестов. Пройдя эти тесты, можно проверить свои знания по народному костюму данного региона Болгарии. Сходные элементы в копанской и чувашской вышивке неопровержимо свидетельствуют о том, что современные болгары и чуваши имеют общих предков. Это протоболгары или проболгары, которые в ходе великого переселения народов в 7 веке появились на территории современной Болгарии. А в 8 веке часть их переселилась в Среднее Поволжье и приняла участие в этногенезе современного чувашского народа. А я знаю, что вы там все упоминали про чувашские мотивы, даже про чувашское знамя. Именно копанская болгарская вышивка имеет большое сходство с чувашской. А в Чувашии вышивка является предметом национальной гордости. Даже на гербе и флаге республики помещен один из символических элементов вышивки – древо жизни. Дерево – символ жизни, символ неразрывного единства всех поколений. Его корни – это наши предки, ствол – ныне живущие взрослые, а веточки – молодые поколения, которые берут свою жизненную силу от корней через ствол. Дерево – один из важнейших символов в народной вышивке. Видимо, именно поэтому у Симоны и Аси на платьицах и на галстуке у их учителя вышито древо жизни. Узор традиционной вышивки – это закодированное послание наших предков. Орнамент этот можно читать как книгу, которую мы получили от них в наследство. Так будем же подписываться от наших корней, от нашей истории. Будем помнить наши народные традиции и строить свою жизнь в соответствии с ними. А сейчас поблагодарим Симону и Асю за их прекрасную инициативу и выполненный проект. Поздравим с получением очередной награды и пожелаем успехов в дальнейшем развитии их очень важного проекта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!